Этот город не должен существовать. И вот мы должны были все в 1941 году погибнуть. Но Ленинград не сдался. Люди все, от мала до велика, и мы, дети даже, участвовали именно в таком патриотическом подъеме по обороне Ленинграда. Блокадный знак на груди, а за ним горячее сердце, в частичке которого живет такая нечеловеческая боль за все то, что пришлось пережить его землякам. В памяти Валерия Касатонного блокада останется чем-то страшным, ужасным. Ее он встретил совсем маленьким мальчиком. А параллельно этому чувству в душе живет стойкость и искренняя любовь к жизни. Такая, какая есть только у ленинградцев, переживших те 872 дня холода, голода и страха. Люди умирали, особенно тяжелый был период зимы с 1941 на 1942 год. Тысячами люди умирали от голода. Причем они падали и на улице, и в домах, и даже некому было их подобрать в то время. И, конечно, вся эта детская психика, знаете, видела, мы все переживали. Я думаю, что тоже как-то сказалось и на моем становлении. Ну, каждого из нас. Я думаю, что здесь надо один только вывод сделать. Не дай бог, чтобы эта война еще повторилась. Сегодня Валерий Федорович Касатонов – седовласый ветеран. Позади большая карьера военного моряка, порядка десятка опубликованных книг, в своем большинстве – мемуаров, среди которых особое место занимает литература о войне и ее уроках. Блокадная тема никого не оставляет равнодушным, задеваясь за живое, вызывая эмоциональные отклики. Документальные кадры тех лет возвращают нас вновь и вновь к хронике большой трагедии. Но еще больше сжимается сердце, когда понимаешь, что этот реальный фильм ужасов проносился так долго перед глазами обычных мирных людей – детей и взрослых, таких как Валерий Касатонов. Именно поэтому каждая встреча с ним – такая важная и запоминающаяся. Этими встречами мы хотим донести историю Великой Отечественной войны, ее ужасы и победу в этой Великой войне. До молодого поколения, конечно. И, безусловно, мы хотим поблагодарить наших ветеранов, наших блокадников. А блокадники теперь также называются ветеранами Великой Отечественной войны. Их, к сожалению, осталось немного. В Бресте всего 9 человек. Их ряды, вы правильно сказали, рядеют. Но, тем не менее, они с нами, они в строю, они готовы поделиться, они готовы рассказать живую историю о том времени, тяжелом времени, лихолетии. Очередной диалог стал возможным благодаря сотрудничеству представителей Дипломатического корпуса России и городской ветеранской организации. Мероприятия проходят всегда в доброй дружеской обстановке, особенно, когда они связаны с такими датами. Мы ветеранов не делим на граждан России и не граждан России, потому что это люди, которые сделали возможным нашу жизнь, позволили нам и трудиться, и работать сегодня. Поэтому, да, нам повезло. Мы еще можем, так сказать, поблагодарить их лично, послушать их истории. И, наверное, это большое счастье, и в том числе для подрастающего поколения, которые могут напрямую, лицом к лицу, пообщаться с ветеранами, послушать их истории, может быть, чему-то научиться. Сегодня, завтра и через десятки лет нужно не просто помнить о погибших, заботиться о выживших, а делать все, чтобы впредь население Земли не страдала от войн, голода и холода. И память требует от нас правильного решения.